Концерт, пропитанный историей, открывает сюита из балета «Золотой век». Раннее произведение Дмитрия Шостаковича, тоже с темой столкновения советского и враждебного ему фашистского мира. В свое время вызвало немало споров среди критиков. Главное событие вечера – седьмая симфония, ленинградская. Завершенная в Куйбышеве, она была впервые исполнена здесь же и сразу облетела весь мир. Артур Тосканини, продирижировав этой симфонии, сказал, что народ, который способен создавать такую музыку, непобедим. И действительно, играя эту симфонию и слушая ее, мы понимаем, что в ней заключена огромная сила. Четыре части, каждая из которых передает трагедию Великой войны, страх перед захватчиками, борьбу и веру в победу. Вопреки расхожему выражению, когда говорили пушки, музыка композитора не молчала, а кричала, говорят эксперты. Говорят, что вообще Шостакович написал эту симфонию, не исключено, что даже до войны начало было положено. И якобы, как пишут искусствоведы, что даже и не теме войны она была посвящена, а теме вот этой тяжелой ситуации сталинской в нашей стране. Это, конечно, спорный вопрос, но все-таки тем не менее такая точка зрения есть. Он настолько мне близок по эмоциям, по ощущениям. Вот просто мой композитор. В холле филармонии, как иллюстрация к музыке, картина самарского художника Юрия Филиппова. Как и Дмитрия Шостаковича, его волновала тема насилия и военных угроз. Ну и отсюда появляются такие картины, появились такие картины, как «Гроза над Волгой», «Древние жигули», «Террористы и заложницы», «Терроризм» и «Седьмая симфония Шостаковича». «Седьмую симфонию» называют великим музыкальным и политическим событием. Она продолжает волновать мир. Музыка о борьбе с любым проявлением насилия по сей день остается актуальной. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.